И постараюсь продолжить, как уже сказал Сергей Александрович, такую традицию, преемственность в сегодняшнем мероприятии. Очень много тем раскрыто существенно, но упомянутая, если имеется вовремя, когнитивная терапия, как такой элемент личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. И здесь у нас сразу несколько известных профессоров, которые были, как Виктор Анатольевич, сооснователем и приложили руку. И Артур Александрович Александрович, к сожалению, ему нужно было уйти, и Сергей Александрович. Все активно, всей Ленинградской школой психотерапии разрабатывали такой, не просто вид терапии или подход, а такое направление, можно сказать, которое вобрало в себя и гуманистическую терапию, и психодинамическую, и кренитивно-поведенческую. И наглядный пример клинический, который Сергей Александрович представил, как раз перекликается и с темой, которая была вчера в этом зале. Речь шла о суицидальном поведении, работе телефона доверия клиники Неброзов, и конференция, которая была здесь же, в этих стенах, две недели назад, посвященная суицидальному поведению, в русле широкого такого саморазрушающего поведения. И на мой взгляд, вот этот представленный пациент, он разрушался как раз так, психодинамический, поэтому тесная перекличка между психикой, телом, еще работа Ивана Петровича Павлова, объяснили эти механизмы, как работает организм, как единая система, и конфликты интрапсихические становятся еще и такими запускающими механизмами для самого тела. И вот эта тонкая связь, которая может быть не очевидна для наших клиентов, вот на таких встречах, конференциях как раз очень важно обсуждать, потому что именно в стенах клиники Неброзов имени Павлова и стоит устанавливать вот эти психосоматические закономерности связи в более глубокой форме, не только на уровне симптомов и синдромов, а действительно на уровне холистическом, где все связано со всем. И поэтому мы видим даже такие духовные аспекты или такие глубокие психологические аспекты целей, смыслов и задач, которые мы ставим перед своей жизнью, иногда входя в некие тупики, даже клинчи, которые с точки зрения когнитивно-поведенческого подхода являются следствием ошибок. Ошибочный выбор, ошибочные мысли, ошибочные установки, которые помогают поддерживать эти мысли. Это такой вход, может быть, с одной из сторон возможных в эту сложную систему. И как раз личностно ориентированная терапия показывает пример, насколько глубока сложна эта система и что, конечно, в основе большинства наших проблем и лежат конфликты. И поэтому конфликты, которые описал Владимир Николаевич Мясищев, которые и Борис Михайлович Кровосарский, и Виктор Анатольевич Ташлыков, и Галина Львовна, и Сурина подчеркивали вот эту ведущую роль конфликтов в формировании различных нарушений и на психоэмоциональном уровне, и на уровне психофизиологии, и уже на таком выраженном соматическом уровне. Ну и некую такую вводную я бы хотел дать, цитируя слова Будды, что боль неизбежна, а страдание – это выбор. Поэтому наша жизнь вряд ли обойдется и без соматической боли, и без душевной боли. Но как к этому относиться – это уже наш собственный выбор, который мы не всегда осознаем. Поэтому с точки зрения когнитивно-поведенческого подхода неосознанность, и о ней Сергей Александрович упоминал, и многие другие докладчики, это как раз проблема номер один – сон. Разуму порождают чудовищ, которые грызут нас изнутри, как такие внутренние драконы, иногда прогрызают до уровня кардиомиопатии и других сложностей, которые мы наблюдаем и в своем теле, когда перегружаемся. И вот эти сигналы, которые посылает наше тело, как раз и требуют чуткости, внимания и более аккуратного подхода, чтобы не доводить до таких серьезных нарушений. Поэтому если мы рассмотрим боль как сигнальную функцию в первую очередь, то это благо для человека, поскольку иначе мы бы ломали руки, ноги, и есть пациенты, у которых отсутствует такая чувствительность болевая из-за поражения. И такие люди не живут долго, к сожалению, поскольку у них нет такого научения. Поэтому боль нам дана как определенный вариант обратной связи. Наиболее, может быть, дискомфортной для нас, но аверсивная терапия, построенная на боли, это часть жизненного обучения. Мы учимся с первого вздоха до последнего, и поэтому задачей как раз нашей является осознавать те факторы, которые приводят нас к боли, тем более боли хронической. Поэтому и эмоциональный компонент, и вегетативный, и даже двигательный, помимо сенсорного, это часть вот такой системы, которая из себя представляет боль. И система эта включает в систему ноцицепции, восприятие этой боли, и антиноцицепции, где есть много механизмов и неврологических, и даже сложных биохимических, включая такие внутренние наркотики, с помощью которых мы производим обезболивание. Это эндоморфины, и даже внутренние ганабиоиды, то есть такая внутренняя марихуана, которая блокирует нашу болевую чувствительность наряду с другими механизмами. Поэтому каждый из этих компонентов мы можем рассматривать в структуре этиопатогенеза, но при этом именно когнитивный, как показывал предыдущий слайд, является центральным. Он связывает все эти компоненты, и поэтому на его основе может формироваться хронизация болевого синдрома. Дезрегуляция связана как раз с определенными перегрузками, которые чаще всего возникают на подготовленной почве различных конфликтов, которые формируют хроническое эмоциональное перенапряжение, следствие психологического перенапряжения, как мы только что обсуждали, и закрепляется в виде ассоциативных связей, в виде таких связей нейронной сети, и становится таким рефлексом, а в некоторых случаях даже доминантом. И сегодня в первом докладе Наталья Николаевна говорила о связи психосоматики и депрессии, и боль также напрямую связана с депрессией, и сама порождает депрессию, и очень чутко откликается на депрессивное состояние, поэтому любая боль становится причиной нарушения настроения, эмоционального фона, и наоборот, эти нарушения усиливают болевую чувствительность, и усиливают гиперреакцию, затрудняя механизмы антиноцептивной системы параллельно. Поэтому, получается, мы имеем некий замкнутый круг, где уровень депрессии и уровень боли, и риск ее хронизации коррелируют между собой, превращаясь в некую двухстороннюю связь. Поэтому очень многие наши психоэмоциональные проблемы мы выявляем соматически, в первую очередь, видя такой междисциплинарный синдром, где врачи разных специальностей и специалисты, работающие с людьми, сталкиваются с алгеями параллельно с вегетативными нарушениями, нарушениями сна, остенизацией, нейроэндокринными нарушениями, как неким системным кризисом. И поэтому, как известное выражение, что рыба гниет с головы, мы сталкиваемся с тем, что сначала все-таки это психологические проблемы, которые скрыто, ларвированы, латентно, могут протекать долгое время на уровне лишь психоэмоциональных нарушений. Потом, разворачиваясь уже соматически, показывая вот такие четкие корреляты корреляты с фоном настроения. Еще древние римляне заметили такую важную вещь, эмпирически определили, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Это характеризует соматическую готовность человека, его организма к восстановлению, к саногенезу, к репарационным функциям, которые значимо нарушаются при депрессии, и других аффективных расстройствах. Если мы возьмем тревожные состояния, то они тоже дают целый веер соматических нарушений, часть из которых алгические. И эти алгические нарушения мы можем замечать по своей психоэмоциональной перегрузке. Например, неврологи сегодня согласны с тем, что 80% головных болей это хронические головные боли напряжения, связанные с психоэмоциональным состоянием. Поэтому это сигнал, когда у нас к концу дня болит голова, прояснить для себя, о чем же она болит. Потому что часто мы пытаемся блокировать это ощущение, вытеснять его, давить, гасить фармакологически. Поэтому, условно, гонца такого, вестника, мы пытаемся отстрелить на подступах при первом же дискомфорте, не пытаясь прояснить, о чем же болит твоя голова, и не пытаясь прояснить психогенез таких состояний. Поэтому, конечно, нам приходится находить некий компромисс с нашими пациентами, борясь за некий комфорт, для того, чтобы снижать уровень болезненности, неприятности, дискомфортности состояния. Но одновременно нам стоит понимать, что ни одна боль не является случайностью, и стоит прояснять механизмы этиопатогенеза, разделяя на функции, где все-таки придется работать с болью, как следствие психоэмоциональных проблем. И мы можем давать и инструменты нашим пациентам, которые помогают решить эту проблему на уровне того же перенапряжения, которое, как мы знаем, обязательно дает некий коррелят между напряжением коры головного мозга, и висцеральным напряжением, и мышечным. Поэтому кортико-мышечные связи легли в основу такого наиболее, наверное, используемого за последние 100 лет упражнения, как прогрессирующая мышечная релаксация по Эдмунду Джековсу. Он проводил несколько десятилетий, даже не один год, а несколько десятилетий серию экспериментов, посвященные прояснению тонуса скелетной и даже глаз мускулатуры в ответ на такой хронический стресс, и рассматривал, где накапливается больше всего этого напряжения, даже создал такой прибор, миограф, который показывал тонус и гипертонус мышц. И обратная технология была разработана через расслабление этой мускулатуры, снижение возбуждения ретикулярной формации за счет такой обратной связи и торможение коры головного мозга с расслаблением циркулярным, вот таким, прогрессирующим и психике, и соматике. То есть мышечная релаксация помогает одновременно погасить психоэмоциональное возбуждение, такая реципрогная ингибиция через расслабление. Это пример работы с симптомами. Но через это мы можем формировать интернальный локус контроля по Джулиану Ротеру у наших клиентов, чтобы они не чувствовали себя беспомощными, не чувствовали себя в состоянии безысходности, что они ничего не могут сделать со своей болью, как физической, так и психической, эмоциональной. Поэтому задачей психотерапии является вот такое последовательное прояснение и собственного участия в формировании своих страданий от таких простейших элементов, на которых у клиентов формируется такой кредит доверия, формируются более качественные терапевтические отношения, которые тоже сами по себе являются лечебным фактором. И за счет этого кредитного доверия клиент уже готов к обсуждению более сложных вещей, психогенеза такого состояния, участия своих дисфункциональных мыслей в формировании этого психоэмоционального напряжения. И поэтому нашей задачей является прояснение, на каком уровне осознанности находится пациент и на его языке. Тоже обсуждалось сегодня, что иногда это может быть язык очень сложный или очень простой, но в то же самое время сложный для терапевта донести этим простым языком, как уже Катяна Владимировна цитировала Эллочки-Рюдоедки, например, прояснить на этом языке описание, какова роль человека в формировании своих симптомов, формировании своего состояния, своего расстройства и своего страдания. Поэтому, конечно, здесь необходим элемент психообразования, где мы пытаемся эти вещи раскрыть и прояснить. И одновременно наша задача изучения клиента, как Сергей Александрович справедливо заметил, необходимо прояснение всей системы вот этих сфер и их холистическое взаимодействие. И как сегодня говорил Артур Александров, опираясь на работы Выгодского и Бахтина, то, чем тоже занимается когнитивно-проведенческий подход и психолингвистикой, и герминевтикой, и психосемантикой, общая семантика Коржибски, портрет Коржибски висит в стути Элиса, где я учился несколько лет, он на самых видных местах, очень крупный портрет, потому что Элис очень ценил Коржибского, это, кстати, офицер российской армии был в 2014 году, сказал сакраментальную фразу в штабе, что карты не есть территория, поэтому как раз обсуждалось сегодня несколько раз, что мы, конечно, воспринимаем не саму реальность, не саму действительность, а в основном такие карты, которые мы создаем, то есть наш образ, образ себя, образ других, образ мира, вот с чем мы имеем дело, и там, конечно, возникают и ошибки, и Бек, и Элис любили повторять, что человеку свойственно ошибаться, как и античные философы учили нас, и что в этих ошибках можно научиться разбираться, и двигаясь от ошибок в произвольных мыслях к автоматическим мыслям, промежуточным убеждениям, как неким правилам обработки информации, мы можем помочь человеку выйти из этих конфликтов, тем самым, вот так, практически двигаясь в том русле, которое предложено личностно ориентированной реконструктивной психотерапией. В этом отношении медицинопределительная терапия транспарентна, то есть она прозрачна как модель, прозрачна как технология, прозрачна как методология, и для терапевта, и для клиента, поэтому она может быть делегирована даже таким сложным клиентам с хронической болью, которые отрицают свою роль, потому что она проясняет контекст, в том числе и культуральный, и даже, как сказал Сергей Александрович только что, духовный. И вот представления о боли могут быть культурально обусловлены, и мы можем увидеть, как не только такие на слуху люди, сандомазохисты могут относиться к боли положительно и не терзаться из-за нее, а люди с определенными религиозными убеждениями, например, в Юго-Восточной Азии, в Шри-Ланке, например, и в Индии, и в Малайзии, есть такой праздник Тайпусам, и вот люди протыкают себя различными острыми предметами, кольями, крючьями, и еще тащат за собой тяжелые предметы, иногда бетонные блоки, многокилограммовые. большинство из нас умерло бы от болевого шока при такой ситуации. Эти люди испытывают глубокое моральное духовное удовлетворение, потому что гордятся подвигами во имя Божества, ради которого они совершают эти все действия. Бог такой нам малоизвестный Муруган, но, видимо, это такой покровитель боли, который, вы видите, может по-другому совершенно восприниматься человеком и приносить не только удовлетворение, а экстаз. То есть выделяются гефалины, эндорфины, и человек в полунаркотическом трипе таком находится и тащит вот это все иногда несколько километров. Представляете, вот просто дотащить бетонный блок куда-то. А это вот с такими крючами. И удивительным образом ведет себя тело. Эти люди не истекают кровью, она у них быстро сворачивается, и поэтому норадреналин, который у них выстреливает, и все эти нейромедиаторы, связанные с антиноцептивной системой, позволяют им регулировать даже такие сложные соматические процессы, от которых, опять же, мы бы пострадали очень сильно. Поэтому эти вещи, которые связаны уже с таким культуральным уровнем, уровнем глубинных убеждений, мировоззренческими такими паттернами, сегодня в когнитивно-поведенческом подходе обсуждаются очень активно, и символом такой активности является визит Далай-Ламы 14-го к Аронбеку. Они дважды очно встречались, заочно много общались посредством интернета, они дружат уже много лет. В 2005 году они провели совместную пресс-конференцию и выступление такое часовое, которое можно посмотреть в интернете в Стокгольме, обсудив свое мировоззрение, и потом много раз сверяли часы. В 2014 году Далай-Ламы приехал именно с целью подчеркнуть, что Аронбек не только один из ведущих врачей XX века, по статистике его выводят в первую тройку, ведущих психологов в первую пятерку его обычно записывают, но и еще такой духовный лидер, который Далай-Ламы подчеркнул осуществляет такую же миссию, как и он сам, все разумные, добрые, вечные, просветляя людей со своей стороны, показывая, что мир не так безнадежен, и что страдание это опция, и что есть возможность выбирать, осознавая свои мысли, я не буду пересказывать классическую модель когнитивно-предельнической терапии, это бы заняло слишком много времени, но просто напомню, что третья волна, а это уже три десятка видов терапии, сквозным концептом берет осознанность, которая и для любой психотерапии, от психодинамической и гуманистической является значимой, но здесь это еще и как технический инструмент, который выносится буквально в название целого ряда терапий, и используется для того, чтобы менялись люди с очень сложными диагнозами, от психосоматических, тяжелых личностных расстройств и даже психотических пациентов, как сейчас мы обсуждали буквально в понедельник здесь психотерапию острых психозов, и она разрабатывается сейчас в институте вплоть до психотерапии и шизофрении. Майнфулнес некая внимательность, такая практика внимательности, это попытка научно описать методологию, техники таких медитативных форм и с их помощью по сути дать человеку возможность без вовлечения в сектанство какое-то или религию использовать эти механизмы. Один из лидеров этого направления впервые именно в когнитивно-правденческом подходе привлекший медитацию на сторону науки попытался дать этот термин как раз для того, чтобы сосредоточиться на психофизиологических аспектах и эффектах этой процедуры. И поэтому Джон Кабарзин с 70-х годов создал такой Mindfulness Stress Reduction набор технологий и техник, которые по сути дают возможность теперь не только редуцировать стресс, но и справляться с очень многими расстройствами, в том числе и хронической болью. И сегодня есть уже целый ряд таких институтов, которые показывают в своих работах эффективность принятия безоценочного мышления осознанности как выбора проживания боли без вот этих аспектов когнитивной функции, которая связывает все компоненты боли, на другой основе. Поэтому помимо таких поведенческих технологий, простейших вариантов работы со стрессом, работы с мышечным перенапряжением, работы с депрессией, мы еще имеем сегодня и некую практику многовековую, тысячелетиями, шлифовавшуюся разными религиями, но вставшую на такую передовую часть науки. и это уже десятки мета-анализов, подтвердившие эффективность, то есть сотни RKI, подтвердившие эффективность таких подходов, как MBSR, MBCT, Acceptance and Commitment Therapy, звучащие буквально как бульдийский слоган, где используется по сути парадоксальный подход, где вместо избегания боли предлагается ее безоценочное радикальное принятие. И на этом фоне многие вещи начинают работать по-другому, уже требуется меньшее количество медикаментов, а в некоторых случаях даже уход от них, потому что изменение происходит не через борьбу, которая обычно усугубляет этот болевой синдром и хронизирует его, а через принятие, которое как с бессонницей, если мы боремся с бессонницей, мы дольше не спим, как раз способствует освобождению от очень многих таких вещей. И поэтому принятие вынесено даже в названии одного из видов терапии третьей волны, где следом за словами Бек и Элиса, которые использовали, это принятие рассматривается не как поражение, не как сдача, не как слив, а именно как возможность пройти через то перенапряжение, как в панической атаке, например, и убедиться, что это образ, ментальная карта, которая наполнена страданием, являющаяся следствием жестких требований долженствований, перфекционизма, которые являются верхушкой таких требований, жестких категоричных оценочных суждений, катастрофизации и других убеждений, которые на фоне таких практик становятся более заметными, потому что клиент начинает занимать некую метапозицию по отношению к собственному мышлению, и на этом построено еще несколько видов терапии, например, метакогнитивная терапия Адриана Веллса, которая предлагает рассматривать собственные когниции как некую продукцию своего мозга, ну и как на Востоке говорят, что ты не есть твои мысли, ты больше, чем твои мысли. Поэтому возможность метапозиции позволяет еще на другой уровень саморегуляции, в том числе относительно боли, выходить с такими пациентами. Поэтому есть такое известное выражение Джона Кабадзина, что вы не можете остановить волну, так же, как вы не можете остановить боль, но вы можете скользить по ее гребню безоценочно, с принятием и не создавая новых волн. Поэтому есть такое упражнение оршсерфинг, которое позволяет снижать вот эти болевые кризы без усиленной роли препаратов или на пони их снижения. Поэтому различные практики, которые позволяют осознавать свое тело, свое поведение, свою жизнедеятельность во всех аспектах является таким примером, как мы можем регулировать работу с болью на разных уровнях и разбираясь с конфликтами, которые ее порождают, и разбираясь с симптомами от простейших техник до более сложных. Вот, если есть какие-то вопросы, то давайте я на этом монолог остановлю, потому что уже много времени занял вот этой лекцией. Есть коллеги вопросы? Ну, может быть, там текущие. Пожалуйста. Хотел спросить, вот, для поживых людей после инфекции какие посоветуют эти методы работы с депрессивными стрелотами состоят? Здесь как раз Виктор Анатольевич Ташлыков, научный руководитель моей диссертации, коллега, с которым мы уже больше 20 лет знакомы и, видите, совместно ведем эти мероприятия, уже 18-е мероприятие, лучше всех бы ответил, потому что его докторская диссертация посвящена внутренней картине на болезнь. Поэтому, в первую очередь, из таких когнитивных факторов надо работать с этой я-концепцией, потому что это тяжелейшая утрата и соматических качеств своего тела, и социального статуса, и межличностных отношений. То есть и микро, и макросоциум для такого человека меняется резко. Это обрушение жизни, и поэтому депрессия здесь неизбежна, и необходимо прояснение отношения, как Сергей Александрович подчеркивал, во всех этих сферах. Значение болезни, о котором говорил Владимир Александрович Винокур, имеет много форм. Какие дефициты появились, какие утраты. И поэтому, если брать уровень конфликта, вот такого тяжелейшего внутриличностного, то он является таким центральным звеном пакогенеза. Но есть и отдельные техники, в том числе и вот то, что Татьяна Владимировна говорила в кавычках когнитивном тренинге, потому что он затрагивает просто когнитивные функции, то есть это не совсем когнитивная терапия. Есть книга моего знакомого, я написал предусловие в двух издательствах, и издательстве Питер, и издательстве Манаванов и Фербер, Рюта Кавашима, или в издательстве Манаванов и Фербер, Рюта Кавасима, у него есть такие практические дневники для таких пациентов, тренируем мозг, они называются, у них 10-миллионные тиражи в Японии, потому что он 40 лет занимался функциональными МРТ, и смотрел, как даже при тяжелых органических поражениях, и даже вот-вот, покажите залу, тренируем мозг, вот так выглядит книжка Кавашима, он 40 лет занимался ФМРТ, функциональными диагнозомагнитными томографиями, и показывал, как даже при болезни Альцгеймера, болезни Пиха, у дезориентированных уже пациентов понемногу можно собирать эту нейросеть, оставшиеся нейроны все-таки могут за счет нейропластичности объединяться, поэтому депрессия человека связана и в том числе вот с таким обрушением соматической картины, которую, конечно, тоже стоит тренировать, и вот я три года заведовал, создавал отделение на базе 40-й больницы психотерапии, заведовал его, и вот несколько коллег, которые были вчера, позавчера, там работали, и у нас была такая большая бригада, главврач разрешил полностью, как в приказе по нейрореабилитации, создать отделение с логопедом, и вот коллеги здесь тоже присутствуют, с психологами, с психиатрами, и это пример того, как даже такие запущенные, так сказать, пациенты, на которых махают рукой, ушедшие в себя, могут меняться психоэмоционально, от простейших вещей, где двигательные навыки, отрабатывают с инструктором, и просто то, что рука начинает двигаться, для такого пациента это уверенность в завтрашнем дне, некое светлое будущее, и поэтому вроде бы это кажется механический процесс, но он дает надежду, луч надежды, что я не овощ, что есть все-таки завтрашний день, и это наряду с психотерапией, один из очень значимых факторов и реабилитации, и даже саногенеза, репарационные функции самого организма, который угнетается на фоне депрессии. Возвращаясь к теме боли, можно услышать ваше мнение насчет того, какая схема поведения, когда к тебе обращаются люди с запросом, как работать с сознательной волей, ну, на примере спортсменов, то есть люди, которые, например, пережили травму, либо потенциально каждый день возможно сталкиваются с болью, и у них есть этот шанс. Как устраивать эту схему в своей терапии и с такими пациентами? Вот здесь как раз мы можем касаться спецификой когнитивно-проведенческой терапии с такими пациентами. У меня была одна спортсменка, в последующем, после нашей терапии она стала чемпионкой Европы в беге с барьерами на 400 метров. И она обратилась с некой порчей, которую на нее набили, что порча заключалась в том, что каждый раз, когда приближались соревнования, она рвала себе ахилл. И болевой синдром не давал ей уже ничего сделать, ну и понятно, травматизация, уже невозможно было участвовать в соревнованиях. И потом эта боль была почти на уровне фантома, то есть уже ахилл заживал, но не давал ей тренироваться качественно. Потом она все-таки сверх усилий и начинала тренироваться, и снова рвала ахилл. И когда мы стали разбираться, то на самом деле она не хотела ехать на эти соревнования. Это удивительно. В ее дневнике автоматических мыслей, ну, протокол СМЭР нашей ассоциации, оказалось, что для нее совершенно непонятным было будущее, где она становится чемпионкой. Потому что это была единственная задача, которую она перед собой ставила. И дальше все, обрыв. Потому что дальше нужно было думать о межличностных отношениях, о браке, детях. И это для нее был вообще непроходимый лес, черная стена. И поэтому избегание как защитный механизм включался через травматизацию. То есть это саморазрушение, которое включалось, ну, не в таком уровне, как описанный случай с Сергеем Александровичем с кардиомиопатией, но на уровне как бы случайной перегрузки. Но эта перегрузка, когда она расписывала это в дневнике, была осознанной. Она специально давала себе еще одно, еще одно действие, которое точно бы приводило к разрыву ахилла. И она частично это осознавала. Это были автоматические мысли, которые можно было вывести в осознание. Она их заметила и потом построила на другом уровне подход к своим тренировкам. Договорилась с тренером, который тоже был перфекционистом. Помогал ей рвать все, что угодно. И, соответственно, на другие цели и задачи, другой уровень осознания помог ей сдвинуть от перфекциониста к некой золотой середине свой подход и реализовать такую условную задачу через снижение давления этого благословения и перфекционизма. Спасибо, Витальд. Фрикторич. Фрикторич.